Голос Силиконовой Долины 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 и достаточно влажный. Зимой дуют очень холодные ветры, и пронизывающий ветер в условиях, допустим, там нулевой температуры по Цельсию, это гораздо хуже, чем минус 20 при сухой погоде. Лето жаркое и тоже очень влажное. Очень часто идут дожди, потому что близость к этим озерам достаточно влажный климат. Это штаты примерно так, Дакота, Миннесота, Вискансин и Мичиган. На юг от этих штатов располагается зона континентального влажного жаркого климата, и сюда относятся Нью-Йорк, Нью-Джерси, Огайо, Индиана и Кентаки. Нью-Йоркский климат, да, как Нью-Йорк, это наиболее привлекательное место для иммигрантов. Климат такой, что зимой выпадает небольшое количество снега, это все-таки снег, который довольно-таки быстро тает, а лето очень влажное и очень душное. Людям с проблемами давления и сердечно-засудочной недостаточности там очень тяжело находиться, потому что нечем дышать в условиях повышенной влажности и жары. Такое ощущение, что не хватает воздуха. Еще южнее находится Вирджиния, Каролина, Флорида. Там, соответственно, еще более жаркий климат, там уже климат субтропический, и что интересно, там тоже очень жаркое лето, влажное, душное, жаркое. Там уже, поскольку климат такой приближающийся к тропикам, там можно встретить крокодилов. И там есть целые заповедники. Мы были в таком крокодиле-заповеднике. Очень редко, но в газетах пишут, что эти крокодилы иногда перебираются из просто озер, где они там живут, просто ползают по улице. И вот не так давно мы видели статью в газете, что крокодил заполз на заправочную станцию, ему было жарко, он улегся под машину, решил передохнуть. Ну и мы пока передохнем и продолжим через пару минут. Так вот, эти штаты, они, значит, юго-восток от кордильеров. Там преобладает субтропический климат ближе к океанскому побережью. Это влажный океанский субтропический климат. Соответственно, там диковинные животные всякие, там совершенно потрясающая природа. Там очень красиво, но надо понимать, что там, конечно, летом очень жарко. Штат Техас, он находится на границе полусухого и влажного субтропического климата. И там очень хорошо зимой, замечательно, и очень влажно и душно летом. Вместе с тем, мне хотелось бы сказать такую вещь, что по статистике человек привыкает к климату где-то в течение пяти лет. То есть он вначале чувствует дискомфорт, поскольку приехал из другого климатического, из другого климата, и постепенно организм адаптируется и приспосабливается. Я смотрю, что мы действительно здесь приспособились. Вначале нам казалось, что здесь очень холодно, и мы зимой ходили в теплых куртках, а сейчас зимой ходим практически раздетые. Но в то же время и глобальное потепление имеет место быть, и за последние 20 лет мы сильно видим, что зимы стали теплее тоже, чем это было раньше, там, 20 лет назад. Что касается западной, к западу от кордильеров, то климат там более сухой. И, конечно, сухой климат, он переносится организмом намного лучше. Даже если это жарко очень, то все равно в сухом климате легче дышать. На севере, к западу, идет штат Орегон. В целом там, в Орегоне, очень приличная погода. Такая действительно, может быть, такой север Крыма, что-нибудь вот такого типа. Но много комаров, очень много дождей летом. Иногда говорят даже, что город Сиэтл, он занимает пятое место в мире по выпадению осадков. И это один из, может быть, даже первый город Соединенных Штатов, в котором меньше всего присутствует солнце. В целом у нас вообще-то страна очень солнечная и такая яркая вся. А там немножко дождливо. У нас был приятель, который работал в свое время в Рейнмонде. Это пригород Сиэтла в Майкрософте. И он говорит, грустно здесь как-то, все время дождь и дождь и дождь. Но зато наличие дождей, вот эта повышенная влажность, она создает очень красивую зелень. У нас летом зелень вся жухлая. И там, где она не поливается, она перестает быть зеленью. Она желтеет. А вот в Рейнмонде и в Сиэтле там зелень просто такая насыщенная, изумрудная. И всевозможные оттенки этой зелени. И очень красиво, конечно, там. К западу, от Кордильера, в южнее, идет полузасушливый и сухой пустынный климат. Это Невада, Юта, Айдаха, Аризона. Все эти штаты замечательная погода зимой. Изумительная. Можно ходить в одной майке. Сухо, прекрасно. Светит солнце. Настроение прекрасное. Летом жарковато. Сухо и жарко. И люди спасаются только кондиционерами. Кондиционеры в машине, кондиционеры дома круглосуточном. Ну, в принципе, у нас, мы бы сами бывали в Аризоне неоднократно. У нас приятели живут в Аризоне. Опять же, за пять лет люди приспосабливаются. Считают, что уже лучше этого места не найти. На севере находится штат Монтана. И это тоже уникальное место с точки зрения климата, поскольку это альпийский высокогорный климат. Средние дневные температуры там зимой могут быть до минус двух Цельсия. А в январе, а летом довольно-таки жарко. Это может быть плюс 30 градусов Цельсия. Природа совершенно фантастическая. Просто так красиво невероятно. Наши горы Таха, да, находятся, озеро Таха, и вокруг него горы находятся на границе Калифорнии и штата Невада. То есть это граница практически, это полупустынный климат. Но высокие горы там создают прохладный климат. Когда ты находишься в горах, там прохладно летом более-менее. А вот если переезжаешь в штат Невада, это немножко пониже. Там пустынно, и, конечно, там жарко очень. Еще что можно сказать про штат Вашингтон, Сиэтл, что там присутствуют немножко-немножко характеристики средиземноморского климата на западном побережье. Но, значит, это не всюду, а только на побережье. И, в целом, я считаю, что вот из того климата, который нам был близок, мы приехали из Москвы, да, в принципе, этот наиболее такой удобный климат. Единственное, что там комаров очень много. То есть это просто что-то. Портланд, это невероятное количество озер. И огромные комары такого размера я их даже не видела. Мы как-то остановились возле магазина. Это было летом. Там машина была теплая. Зашли в магазин, и когда вышли оттуда, вот на этот теплый капот машины налетело столько комаров, что они покрыли черным слоем весь капот. Ну, и, конечно, они кусаются. И совершенно, да, климат Аризона очень хороший. Сухой. Зима потрясающая. То есть зима в Аризоне лучше даже, чем у нас в Калифорнии. Тепло, солнечно, сухо, красивые такие пустынные пейзажи, кактусы. Но имеет место быть всякие кусачие насекомые, которые могут заползти в дом. Тарантулы, всякие пауки кусачие, которые кусаются. И совершенно уникальный климат это Калифорния. Это побережье Калифорнии, побережье Тихого океана. Это средиземноморский климат. Смотрите, север Италии. Очень похоже и по пейзажам, и по температурам, и по всему. Немножко дальше от берега. Это средиземноморский климат, но более сухой и жаркий, потому что все-таки у нас океан здесь холодный, он немножечко нам дает прохлады. Чем дальше от побережья, тем жарче. Но в целом, в целом, можно адаптироваться ко всему. Что здесь хорошо, здесь муниципальные службы уделяют очень много внимания общественным паркам, общественным местам, и все здесь ухоженно. Вот, наверное, сейчас вы видите справа деревья и травки, и все замечательно, очень красиво. Если жарко, да, люди включают кондиционер, если холодно, включают отопление. Но, в принципе, в Америке жить можно всюду. Как говорила одна наша знакомая, в Америке дыр нет, чтобы жить в дыре какой-то. И всюду будет чисто, очень опрятно, улицы чистые, убранные. Ездят специальные машины, которые все это убирают. Все будет красиво и очень симпатично. Поэтому, ну, климат разный, конечно, там, где лучше климат, там, где больше работы, все жилье стоит дороже, да, и жить там стоит дороже. Но есть и другие места, где все подешевле. Единственный критерий – это работа. Наличие работы, оно обеспечивает нормальное существование, в принципе, в любом климате. И вот недавно у меня был разговор с агентом рил-эстейтным. Он говорит, в Калифорнии неоправданно высокие цены на рил-эстейт. Это, говорит, совершенно неоправданно и ничем необъяснимо. Ну, оно, конечно, объяснимо. Во-первых, даже наличие работы – это очень существенный фактор. У нас этой работы много. Может быть, соизмеримы там с Нью-Йорком и так далее. Во-вторых, помимо всего прочего, это и климат тоже. Это не первый определяющий фактор, я поеду туда, где хорошо. Но это один из серьезных факторов, поскольку, если мы можем, обходиться без кондиционера и без отопления три четверти года, то это серьезный фактор. А если люди должны все лето находиться с кондиционером, он сушит очень. Это неудобно. Опять же, люди адаптируются постепенно. Но, тем не менее, я думаю, что климатическая составляющая штата Калифорнии, она тоже является привлекательной. И это является одним из факторов, почему здесь все так дорого, почему так много людей. Я бы сказала, что если есть райское место, то это Северная Калифорния. Сан-Диего из Южной Калифорнии. В Лос-Анджелесе, конечно, очень жарко. В Сан-Диего прибережная часть тоже считается очень хорошей. Средиземноморский климат здоровый, очень сухой и теплое море. У нас море холодное. Вот такие вкратце ориентиры, чтобы вам понимать просто без подробностей. Сегодня вы можете посмотреть на какую-то карту и посмотреть, как это выглядит на карте. Понять уже, какие штаты, какие города и так далее. Но в среднем оно дает какой-то общий ориентир по тому, где какая погода у нас в Америке, какой климат. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok